МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации и телерадою компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Одна на усих, сегодня у Гомеля проходит сурочистости с нагода дня перемоги. На шматликих пляцовках гораджане отзначают 9 мая. Якую концертную программу подрыхтовали у микрорайоне Костюковка, доведалася наш корреспондент Вероника Ворошилина. Галуны и герои сегодняшнего свято вядомаш ветераны. Настасья Кучинская сустрелась с теми, кто по-соправдному ведает цану перемоги. И больше подробязна об этом не только. Святочная акция парад переможцев, митинг памяти, выстава военно-гисторичной техники и вальсовая пляцовка. Сегодня у Гомеля означают «День перемоги». Разом с жахарами города удел ваурочистостях принял наш корреспондент Олег Синсироу. Не глядя че на тое, что до початку параду переможцев еще мальдве годины, значная частка у дейников шесть уже на центральной улице Гомеля. Ветераны, представники органов улады, представственных коллективов и громадских организаций, наученцев городских школ и колледжев. День перемоги – это свято, якое объеднуло у всех. Причем, в 30 часах это не только сегодняшних дён. У дейники великой очины и узгадывают, что на фронте они были одной семьёй, коли значения не имели ни взрос, ни национальности. Был Бурат, был еврей, вот, Эйхлер, даже, это, да, очи механик. Зазулинский, вот, еврей. Больше всего было русских, украинцев, а белорусов было три в первом полку. Я механик, партор и мастер парашютно-мородных цыганков. Ну, в общем-то, как-то там понятие было. Да мы расчили, не делились национально. Некто зудейников всего летнего парада перомостров воевал на фронтах великой очины, некто смыгался в партизанских отрадах. У тех, кто бачил в жахе войны, память о пирожитом заховывается и простимся два мирные годы. Комельчанка Татьяна Кутина был и вязень фашистского лагера смерти Азарыча. Кажется, что тогда, в 44-м, было одно ожидание выжить, а в том, что в 2017-м будет сузыркать день перомоги, навод и не марыло. У меня и бабушка, и дедушка, и братик, у некоторых поумирали все, один кто-то остался. Или, в общем, очень много. Большинство легло там. Ясного и мирного неба каждой семье, стабильности и росквиту Беларуси. 9 мая день колесенс у всех пожаданий, высотность войны и захование памяти о пирожитом. Уречи недаримно кажут, что новая война начинается тогда, когда люди забывают о войне попередней. Этот день должен быть наряду с Днем Пасхи, с Днем Святой Троицы, с другими церковными праздниками. Ведь многие наши деды и прадеды положили свою жизнь за освобождение нашей Родины. И сегодня хочется пожелать оставшимся ветеранам крепкого-крепкого здоровья, помощи Божьей, чтобы Господь хранил еще на многие годы, а мы с вами брали из них пример защиты и уважения, любви к нашей Родине. Гонор и слава тем, кто стоял в свободу и незадерженности нашей Родины. Это слово, как не галебша, отповедают мы этим митингам, которые прошел, когда мемориал Вечный Огонь. Великая чинная, одночасово героичная и трагичная сторонка нашей истории. За военный период только Беларусь недалечилось больше 3 миллиона жихаров. И в тот же час, только за первый месяц боев, оккупанты стратили на советском фронте больше солдат, чем за два попередние годы у Европы и Африцы. Надным гомельским накерунком страты ворога скаликали 80 тысяч. На урочесусе, на годы Дня Перамоги, многие гомельчане пришли с портретами родных, які змагались на фронтах Великой Ачины. У руках молодых и людей старого взрослого наша агульная история. У меня лично погибло два дяди на Великой Отечественной войне. Один офицер, второй старший сержант. Оба они вернулись из фронта. В руках у меня фотография моего тестя Воронич Даниил Иванович. Он дошел до Берлина. Он сапер 243-го, саперного полка. Концертные и театрализованные программы, фотовыставы военных годов, акция гомель памяти и разностайные аттракционы, власть в парад патриотичных классов и показальные выступления повествований. Организаторы кажут, что имкнулись за довольность интересы у всех гомельчан. Знакомитой военной полуторки на гэты раз на выставе не было, але был не меж знакомитой военных грузовик. Здесь три на фронте 42-го года. Хоть бойцов и боеприпасов перевезли минуты в такие машины, подчас великой отчины, докладно, напевно, никто не подлечивал. Выставочный проект «Ретро Гомель-2017» с уделом реконструкторов и военно-историчной техники выкликал интересы, как у дорослых, так и детей. У речи зарабить фото на память, на машине, грузовику, тих гармати редко кто отмывится. По великим рахунку, это еще один знакерунку патриотичного выхования, когда у людей возникает ожидание больше доведаться, як об великой отчины у Богулей, так и сброи, перемоги у приватности. И хоть с часом соправной военной техники Бош не остановится, а матро-реконструктору это не спыняем. Многие единицы по частям, по частичкам восстанавливались просто годами. Броневик вот у нас Баш-64, он сделан с нуля. В Нижневартовске его варили. И, ну, сейчас уже на нем ряд оригинальных вещей впоследствии замещаются, именно копии. Поэтому это все реально. Главное очень хотеть. Выстава установив вышедшей, средне-специальной и средней эдукации, плюс работы гуминских рамесников. Набережную раку СОЖ 9 мая дали под выставочный проект на все поколения одна перамога. И тут же вальсовая пляцовка. Сегодня танцевать вальс у гуминских школах в очередь у всех старшеклассников. Каля 500 из их перамочных опочных городских споборниц на лепшее ваконание этого танца запросили выступить у рамках святочных мероприемств. У ваконания школьников вальсоваянные и юбилейные в 45-м такие выконывали их прабабулей и прадедулей. За 72 мирные годы выросла некаких поколений, у которых не бачили войны. Тым, кто смыгался за перамогу, за это необходимо сказать великой дякой. Алексей Тюров, Евген Макеенко, телерадокомпания Гомель. В микрорайоне Костюков к осветковании 72-й годовины великой перамоги так само проходила масштабно и ведовищно. Тут отбылся урочистый митинг и театрализованная концертная программа по дорогах войны. Гастей свята сустрекала выстава военной техники и множество инших цикавых объектов. Наш корреспондент Вероника Ворошилина с подробязностями. 9 мая яркая историческая дата и одночасово священная и памятная для каждого беларуса. Что год в городе над Сожем ее отзнашают ускладанием кветок и вянков до братских могилок и монументов. Митинг для памятного объекта в микрорайоне Костюков Данина Паваги тем, кто можно смагался с ворогом и отдал свое житё за свободу родимы. У их адрозгушали слова «ширые подяки» за одвоеванную незалежность. До того ж пожадание моцного здоровья и за все да только мирного неба над головой присутные адресовали и живым видовожцам по деве Али Кайчины, яких запросили на урочистое мероприемство. Такую Данину памяти глубокой поваги и без конца подяки гэтые люди заслужили по праве, бояны отвоевали и подарили нам самое дорогое каштонное счастливое будущее и житё без рук от бомбов и снарадов. 9 мая такой всенародный праздник который мы помним все и независимо где центральная площадка города Гомере или это микрорайон уже железнодорожного района это Костюковка ветераны никогда не будут забыты и этот праздник конечно для них крепкого-крепкого здорового долгих лет жизни и хочу сказать большое спасибо за тот подвиг который они совершили и за то мирное небо в котором мы сейчас живем Уделывал рачистым митингу в микрорайоне Костюковка приняли ветераны великой очинной войны представники улады працонных коллективов громадских организаций местовые жихары и молодь присутные усклали допомни ковянки и кветки и ушановали хвилины молчания память за гинувших советских воинов вызволителям в свою чергу ветеранам подрастающее поколение пообещало берахчим мир одвоеваны такой дорогой ценой Мы очень очень уважаем всех ветеранов и конечно не посрамим так сказать что они не зря это защищали нашу страну и мы не дадим повториться тому что произошло в 41 году Протягнулись святочные мероприемства Костюковцы театрализованной концертной программой по дорогах войны Головная идея узнавить про схореографичные вокальные номеры подеи минулой военной эпохи Артисты расповядали об юных девчатах которые на своих деликатных пляжах вытягивали с поля боя по раненых солдат об самоотданных фронтовых подвигах которые часом ладились коштом уластного жития про людей которые были позбавлены полновартостного деятинства и молодости были вымышены пройти эти жесткие и не простые адресы житевого шляха концерт отрымался по особливому душевным У Вазина ведвольников свято так само была пропонована творшая выстава местовых умильцев и экспозиция ретротехники Тут разместились военные автомобили амуниции и сброя Что цикало все представленные экспонаты можно было не только деталево разглядеть али окажуть опробовать на себе безумовно под пильным контролем организаторов Искравую святочную программу у Костюков целат дилект или новитые мясовые коллективы так и запрошенные гости Например военный исторический клуб 53-й мотостралковый полк НКВД Руб Гомель Энерго У его выходят переважно гомельские энергии такие которые мкнутся реконструировать исторические подеи Великой Айчиной войны чтобы максимально больше рассказывать про их с ужасной молоди Бойцы нашего военно-исторического клуба делают все чтобы память в людях жила чтобы в людях был интерес главное разбудить интерес в подрастающем поколении в детях интерес к военной истории интерес к истории нашей Родины Годы поступало отдаля и минуло и той день когда для советских грамадян скончились тяжкие военные дни гитлеровской оккупации разом с тем страшные подеи того часу живые в память есене заховывать эту память наш святый обовязок тем больше 9 мая свято по своему близкое для каждого не ковырошили на Игорь Марышенко телерадиокампания Гомель Головные герои дня перемоги вядома ж ветераны в этом годе на жаль немногие смогли особисто принять в делу официйных мероприемствах але 9 мая для их по ранейшему застаец галовным днем Настасья Кучинская сустрелась астым и кто по-саправдному ведает цену перамоги Сергею Михайловичу Салауеву Амаль 92 кадровый войсковец полковнику отставцы повиншавайся святом ветераны пришли активисты червонога крыжа рассказывая гостям про початок войсковой карьеры в 42-м устроил под Берлином Немцы часто очень и бомбили нас и наступали приходилось позиции менять уже не только вперед а и назад Прием гостей для Сергея Михайловича ходит стол на леприемны наведывальники бывают не отчасто Некольких годов тому сам ходил в школы на уроки мужности теперь не то и здоровье На официйные урочистости на годы 9 мая так само не пошел тяжко али верыть простые годы у 75-й годовине Перамоги удел прымя обовязкова Слава Богу все хорошо Нечо еще продержимся до 100 лет Еше в минулым годе Тамара Адамауна Пчалянкова на своем мотоцикле узначаливала колонну ветерану на святочном шесте у Гомеле все лета полторы дзь гэта не дозволяя здоровье У великой очинной Тамара Адамауна была партизанской сувязной передайзю на ее известке да помогли вырытого десятки человеческих житил Правда у самим отради дашка партизана так ни разу и не побывала Васька заборонял Казал, можешь не вытромать Неужели у них такие условия тяжелые что не выдержу В общем я не знала значения этих слов Эти слова я только поняла тогда когда мы были арестованы брошены в нацистскую тюрьму издевут в Гомеле здесь и при допросах и пытках вот тогда я поняла почему отец так сказал Усе ветераны яких мы бачим хотя праздно горжевый напомин проголовный подвиг нашего народа и его головную трагедию Багаж беда и страт этих людей перевышает сотни разу самый сумный опыт любого молодого человека Промающий делу святочном шесте проносивши кветки до братской могилы особисты веншующий ветеранов мы не просто даем данину памяти их подвигу мы заховываем свою великую историю для себя и своих детей Настасия Кучинская Михаил Рабков телерадия компания Гомель После рестаурации у везцы старая белица Гомельского района открылся помник мясовым жихарам які загинули на Великой Айчинной войне На мемориальных плитах выбитые имены 120 войнов Гэты помник з'явился тут ровно 40 годов тому а лишь часами имены на им пачали стираться Разглядеть прозвищ тых хто отдау своей житти за великую перемогу стала амаль немагчима Тут увековеченные имены братов у тем лику и мясовой жихарки Ганны Грачанковой Жанчина первая звернула увагу улады вязковцев и журналистов газеты Маяк что помник мая потребу у рестаурации так завертелась кола доброчинности за погода отрымалася собрать 1300 рублей необыяковыми до заклику оказались не только вязковцы але и фонд Миру предприемству Сход Урыцкая домобудовничий комбинат таму митинг каля одновленного помнику стал доказом того что разом белорусы не только у бои але и у добрых справах мирного життя Хотелось что три брата погибло все таки молодые 20 лет кровь пролили и как это имена и фамилии ветром выдуло дождем вымало их не видать и высоко они были приклеены понимаете и хотелось чтобы ничто не забыто никто не забыт был поважаемые телеглядачи мы еще раз увеншуем всех вас с днем великой перемоги ждем вам мира счастья и добра до новых сустречу эфиры субтитры и Продолжение следует...